Доброе утро, друзья! Вся страна готовится к Новому году. Кругом всё так ярко, празднично. Вот и я хочу украсить последнее воскресное утро уходящего года самыми лучшими, самыми любимыми песнями. В эфире «Утренняя почта» и я, её ведущий, Николай Басков. Новогодние каникулы – счастливое время, когда в любой момент могут нагрянуть гости. Вот и у Анастасии Конюховой из Мурманска ожидается радостная встреча. Дорогая «Утренняя почта», в этот Новый год у меня сбудется самое заветное желание. Из полярной экспедиции возвращается мой муж Юра. Мы с ним не виделись целых три дня. Вот это любовь. Вам может показаться, что три дня – это немного, но дни-то полярные. А, теперь я понял, почему Настя так соскучилась. Полярный день может длиться до полугода. Пожалуйста, в честь нашей долгожданной встречи подарите нам красивую новогоднюю песню. Дорогая Анастасия, для вас, вашего мужа и всех наших телезрителей эфир «Утренней почты» откроет новогодняя песня группы «Смэш». Дуэта, в который не виделся много-много полярных дней. С наступающим в страну! Поздравляю Сергей Лазарев и Влад Топалов. В прошлый Новый год я загадал получать от вас как можно больше писем. Как видите, мое желание сбылось. А сейчас узнаем, что в этот Новый год хочет загадать Альбина Савушкина из Тольятти. Здравствуйте, Николай! Мы всей семьей с нетерпением ждем Нового года. И желание у нас одно на всех. Если ваше желание музыкальное, то оно обязательно сбудется. На новогодние праздники мы планируем все вместе отправиться на природу. И желаем изо всех сил, чтобы в эти дни стояла хорошая погода. Дорогая Альбиночка, а по-моему, это семейное желание уже сбылось. Как я понял из письма, в вашем доме, в вашей дружной семье всегда стоит отличная погода. А все другое, как поется в одной известной песне, просто суета. В утренней почте великолепная Лариса Долина. Какой прогноз у нас сегодня милый? С чем ты опять проснулся, не в ладу? Скажи мне просто, Господи, помилуй. Какую плашь имеешь ты в виду, главней всего. Погода в доме, а все другое. Суета, есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Какой прогноз, дождь или тумана, не ждет ли нас нечаянно беда? Тебя, как извержение вулкана, я предсказать не в силах никогда. Главней всего, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Как вы поживаете? Какой прогноз, покуда небо звездно? Чего нам ждать, весны или зимы? Скажи мне все, а если будет поздно, То виноваты будем только мы, главней всего. Суета, есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Главней всего, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Суета, есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Вдруг как в сказке скрипнула дверь, Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил судьбой Ради этой встречи с тобой Мерз я где-то за моря Знаю, это было не зря Все на свете было зря Не напрасно было Голубой огонек 31 декабря В полночь только на канале Россия Россия С наступающим! Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Я могу пронзить пространство Я могу двинуться на 200, на 300 лет назад Думайтесь, действуйте! Эту машину изобрели еще в прошлом веке Ведь это же Иван Грустный! Мама моя! Но с годами она работает все лучше и лучше Здравствуйте, царь! Очень приятно! Царь! Замечательно! Поразительно! Гениально! Слушайте, я не узнаю вас в гриме Так что же выходит у вас два мужа Выходит два Видел чудеса техники Но такого Иван Васильевич меняет профессию 31 декабря Только на канале Россия Первая кинопремьера года Тьма к тебе взываю Даруй мне помощника, чтобы осуществить задуманное Стоять! Последний богатырь Посланник тьмы 1 января в 21.00 Только на канале Россия Дарите красоту Я вам точно съел В следующий раз Будешь вешать на елку Стеклянные шары Стеклянные Стеклянные Именно в переводе на попугайский Это означает невкусные Ну ладно, а сейчас займемся письмами Вот что написал Вот что написал нам Сергей Самоваров из Калуги Здравствуйте, Коля и Кеша Поздравляю вас с наступающим Новым Годом Поздравляю! Поздравляю! От души присоединяюсь К поздравлениям Кеша Я уже подготовил подарки для всей семьи А что подарить тёще Ума не приложу Может вы что-то посоветуете? Уважаемый Сергей Мы с Кешей советуем вам Не перекладывать ответственность на нас Придумать подарок для любимой тёщи Вам все-таки придется самому Для тёщи Для тёщи Да-да, это слишком ответственно Но если уж совсем ничего не придумается Можете поздравить как герои Натальи Коростылёвой и Юрия Хвостова Как? Как? Креативно, сейчас сам увидишь Креативно Кукуся! Кукуся! Кукусенька, нам надо записать видео Поздравление с Новым Годом для моей мамы Не хочу её поздравлять Ну тогда придется ехать к ней лично Я готов к съёмке, куда говорите? СМЕХ Подожди ты готов Всё-таки праздник Надо как-то ж нарядиться Вот Это мама купила Ей будет приятно СМЕХ Я в этой снежинке-то как дебил какой Вить… Ну ты ж и без снежинки не сильно умный-то. Давай, всё, становись, улыбайся, вот там камера. Дорогая мамочка, поздравляем тебя с Новым Годом. Давай, ты скажи, дорогая мамочка, поздравляем тебя, давай. Дорогая мамочка, поздравляем тебя с Новым Годом. С улыбкой. Так, всё, я сама. Дорогая мама, поздравляю тебя с Новым Годом. Не надо, всё, я сама. Дорогая мамочка, поздравляем тебя с Новым Годом. Когда ты приезжаешь к нам в гости, в наш дом приходит праздник. И этот праздник Хэллоуин. Чё ты всё портишь? Так, ой, я ж забыла, я ж музыку подобрала, сейчас под музыку будем. Дорогая мамочка, мы желаем тебе счастья, радости, здоровья. Теперь ты скажи. Мамуля, когда вы появились в моей жизни, я узнал о себе много нового. К какому виду мелкого рогатого скота я отношусь? Из какого труднодоступного и малопоэтичного места у меня растут руки? Ведь ну чё ты всё портишь, а? Мне музыка не нравится. И что человека нужно поздравлять под ту музыку, которая подходит ему по характеру. И свою мэну надо поздравлять вот под такую музыку. Нет, 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 под эту музыку я буду поздравлять свекровь с 8 марта. Тогда давай вообще без музыки, хорошо? И без снежинки этой... Господи. Дебильной... Всё, становись, улыбайся. Дорогая мамочка, мы тебя очень-очень любим. Мы тебя всегда рады видеть. Ты у нас самая умная. Самая красивая. А если ты, погостив, захочешь вернуться обратно к себе домой, то мы с почестями проводим тебя домой. Ведь ты чё творишь-то, а? Я танцую от радости и поздравляю твою маму. Не юродствуй! Встань, улыбайся. Дорогая мамочка, мы желаем тебе прожить до ста лет. Что? Я до ста лет с ней не выдержу. Вставай! Вить, ну при чём тут ты, а? Ну что ты взялся-то на мою маму? Ну что, разве плохо, когда мама приезжает к нам в гости? Когда мама рядом с нами, мама с нами вместе. Я не против, когда мама рядом с нами сидит на одном диване. Когда мама с нами есть за одним столом. Но спать с нами в одной кровати, это перебор. Моя мама тебя очень любит. Она любит, да. Я её кота погладил, она говорит, фу, он грязный, шатается по мусоркам. Помойся после него. Ну и чё тут такого? Она это коту сказала. Про меня. Вить, и не морочь мне голову. Ты на маму мою молиться должен. Она готовит, она убирает. Да чё она готовит? Это есть невозможно. Наварила трёхлитровую банку какой-то бурдын. Ну такая гадость, ну еле съел это всё. Ты дурак, что ли? Это растирка для коленей. Это чтоб колени не болели. Там состав. Скипидар, хозяйственное мыло и помёт бобра. А твоя мама тоже отжигает. Выучила, внучка, песенку на Новый год. Девочки, четыре годика. Вышла к Деду Морозу и спела. Снова курю одна. Снова курю, мама. Снова. И всё. В детсаду тишина. Деду Морозу с сердцем хреново. Всё, встань, а то мы так никогда не поздравим. Улыбайся. Дорогая мамочка, когда на Новый год ты получишь наш маленький подарочек... Какой маленький подарочек? Колечко маленькое с бриллиантиком. То есть маме колечко с бриллиантиком на Новый год, да? А мне на Новый год носовой платок? Да ты посмотри, какое качество! Хлопок 80 процентов! Совсем зажрался. И потом, мама тебе и хорошие подарки дарит. Она тебе свитер связала. Почему ты не носишь? Свитер с оленем. Вот с такими вот рогами. На что она намекает? Да ни на что она не намекает. Олень это новогодний символ. Это ты намёков не понимаешь. Мама тебе намекнула. Подарите мне на юбилей некий предмет, с помощью которого я могла бы звонить. Подарила ей колокольчик. А мама тебя по-настоящему любит. Вот посмотри, она тебе открытку подписала. Дорогой Виктор, счастья, здоровья и любви. Вот, дорогой зять, тебе и только тебе я завещаю свою дачу. Это же Рублёвка. Там в одной земле 30 миллионов. Мамочка, мамуля, мамулек, счастье тебе, здоровьичка, целую больше стопа 45-го размерочка. А, нет, нет, тут, тут не дачу, тут дочу. Тебе и только тебе я завещаю свою дочу. Меня. Слушай, а колени-то не болят? Работает растирка? Пойду доем. Мне осталось. Друзья, под Новый год в ожидании чуда все зовут к себе в гости Дедушку Мороза. Мы тоже решили не отступать от этой доброй традиции. А теперь давайте все вместе хором. Дедушка Мороз, Дедушка Мороз, Дедушка Мороз... О, ну и чудо. Да, я чудо-чудное, диво-дивное. Вообще-то мы звали Деда Мороза. Ты на часы смотрел? Для Деда Мороза слишком рано. Из сказочных персонажей с утра пораньше прихожу только я. Ой, из какой же ты сказки? Может быть, Златовлас? Не Златовлас? А Златоглаз? Забыл у меня золотой голос. Дорогой Златоглаз, сегодня тебя ждет особенное письмо. Неужели? Давай скорее читать. Итак, пишет мне Филипп из Москвы. Подожди. А не тот ли это самый Филипп? Давай прочитаем и узнаем. Ну, здравствуй, Коля. Похоже, тот. Я давно смотрю твою программу. Не, не тот Филипп. Филипп тот просыпается ближе к обеду, а мы выходим в эфир утром. Я давно смотрю твою программу, и у меня возникает вопрос. Ха, точно не тот. У того Филиппа сразу возникает претензия. Почему в эфире так мало Филиппа Киркорова? Точно тот. Однозначно тот. Кому еще может быть мало Киркорова? Ну, даже если и тот, тебе нужны конфликты в канун Нового Года. Уважаемый телезритель Филипп, даже если вы не тот самый Филипп, мы признаем свою ошибку. И в эфире Филипп. Тот или не тот, вот в чем вопрос. Тот или не тот, вот в чем вопрос. В тишине пропал, градус повышен, счастье все ближе. О, спину и дышит, и просит потише, тише, тише. Тише, тише. Тише, тише. Тише, тише. А любовь не знает границ, Она без ума, от его ресниц, от его изумрудных глаз, учащенный пульс и уже экстаз. Ута-стаз, ута-стаз, ута-стаз. Стижнение пропало, градус повышен, Счастье все ближе. О, спину я дышу, И просит потише, тише, тише. Тише, 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 тише. Эти танцы так нежны, Разговоры тут просто ненужны. В голове беспрерывно джаз, Словно в первый раз, и уже экстаз. Ух-та-стаз, ух-та-стаз, ух-та-стаз. Стижнение пропало, градус повышен, Счастье все ближе. О, спину я дышу, И просит потише, тише, тише. Стижнение пропало, градус повышен, Счастье все ближе. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Аплодисменты Ясень Где моя Любимая Ясень Не ответил мне Качая головой Добрый вечер А что это значит? Значит, день был по-доброму Значит, день был по-доброму Прожил Он умножит счастливые дни Голубой огонек 31 декабря В полночь Только на канале Россия Россия С наступающим! Верочка Вы как всегда в курсе? Пожалуйста, объясните, что такое происходит с Людмилой Прокофьевной? Да у неё роман с Новосельцевым. Я не верила, сплетни меня Самохвалов посвятил. У меня такая безупречная репутация, что мне уже давно пора скомпрометировать, как вы считаете. Служебный роман. 31 декабря. Только на канале Россия. Ты что делаешь? Песня хорошая. Дед? Не благодарите! Дима Самосельцев! А я тебе говорил. Что, твой дед со странностями? Вы что, сговорились? Кажется, да. Или совпадение. Мандаринку возьми! Не, Настя, мы как лучше хотели. Песня хорошая. Моя девочка. Новый год – прекрасная пора сказок и чудес, но не для всех. Вот что написал Валерий Щукин из Костромы. Николай, я понимаю, что Новый год – это праздник с бесконечными карнавалами и маскарадами, но мне хоть иногда хочется послушать песню не про зайчиков, белочек и Деда Мороза, а про что-нибудь, так сказать, жизненное. Может быть, сделаете для меня исключение? Уважаемый Валерий, специально для вас я нашел очень жизненную песню. Она так и называется – «Life», что в переводе с английского означает «жизнь». Правда, совсем без новогодних персонажей обойтись не удалось, потому что исполняет ее Зиверт. Она, ну такая, зайка. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Ла-ла-ла-ла...